Его появление на экране всегда гарантировало фильму успех. Женщины цепенели от его взгляда. Мужчины мечтали быть похожими на его киногероев. Помните афиша? Даже там, кажется, она рисована. Вот эти два огромных глаза. Генерал Хлудов в беге, пилот Бартон в Солярисе, профессор Ильин в земле Санникова. Эти роли стали знаковыми для целых поколений, а исполнил их актер Владислав Дворжецкий. Роли-то были грандиозные у него. Только один бег вспомните, и уже мурашки похожи. Редких, но таких сильных ролей Дворжецкому оказалось достаточно, чтобы стать культовой персоной в истории советского и российского кино. И всегда у него был случай, его величество случай. Счастливый случай привел его и на съемочную площадку Мосфильма. Провинциальный актер без опыта сразу же получил главную роль у маститых режиссеров. Фантастическая удача. В этом роковом шаге в профессию, конечно, очень большую роль играет везение. Как лежит карта. 1973 год. Москва. Курский вокзал. Усталый человек опускается на скамейку в зале ожидания. Здесь ему предстоит скоротать ночь. Не первую. И вряд ли последнюю. Сейчас никто не узнал бы в нем звезду киноэкрана. Актера Владислава Дворжецкого. Приготовиться к бою. Есть, приготовиться к бою. Курс 120. Есть, курс 120. Глубина 15. Есть, глубина 15. Погружение. Экранные герои Дворжецкого, вальяжные, одетые с иголочки, причесанные волосок к волоску, мало напоминают того бездомного мужчину, которому после съемок некуда пойти. Дворжецкому не только негде жить. Очень часто не на что есть. Вместо шарфа зимой он прикрывает шею вафельным полотенцем. Между тем, коллеги по звездному цеху считают его везунчиком, не однажды вытянувшим счастливый билет. Вот что обойдется, ваша вторая лязка. Я все подсчитал. Сущие пустяки. Вот. Владислав Дворжецкий как будто знал, что судьба отмерила ему совсем недолгий срок. И поэтому жил взахлеб, меняя города, привычки, профессии. Вот всю жизнь Влада я бы назвала словом «бег». Бег отовсюду. Он все время сбегал, бежал. Бежал от женщин. Бежал от обстоятельств. Актерскую карьеру Дворжецкий начал, когда ему исполнилось 27. И фантастически быстро преуспел. Всегда говорит Энна Макарова, моя мама говорит, случай всегда будет. Важно что? Важно быть к нему готовым. Влад, видимо, настолько внутренне был готов к такой непостижимо сложной роли, как «Бег по Булгакову», где он Хлодова сыграл. Большую, брат, память-то по себе оставил. Владислав Дворжецкий буквально вырос за кулисами. Отец Вацлав служил в театре. Мать Таисия Рэй была балериной. Вообще-то удивительная семейство. Папа великолепный артист. Я помню, театр «Современник». К актерской среде имела прямое отношение и мачеха Владислава, Рива Левитте, режиссер и театральный педагог. Невероятно! Когда Дворжецкому было 11 лет, он сам выбрал ее своему отцу в жены. Его родители к тому времени развелись. Говорил, что все равно я первый тебя схватил в дружья. А уж потом мы папу захватили. С мачехой Владиславу повезло. Всю свою жизнь он нежно относился к ней, считал преданным другом. Писал письма, дарил подарки. И это было взаимно. Открывается дверь, на пороге стоит мальчик. Худой до невозможности. Такие, значит, маслы плечи. Вот такие глаза. Вот такая шевелюра. В такой стиранной-стиранной голубой маечке без рукавочки. И говорит, можно к вам в гости? Я говорю, пожалуйста. Вот я, значит, сын артиста театра драмы Дворжецкого. Владислав Дворжецкий от природы был наделен невероятной, впечатляющей внешностью и редким даром приковывать к себе внимание окружающих. Нимб над головой буквально, вот седые волосы, он же у него такой молодой, в общем, лицо, само лицо, не старое. А вот сочетание лысины, седых волос, вот это производило такое впечатление удивительное, марсианское. Современники отмечали, общаясь с Дворжецким, ловишь себя на мысли, что находишься под гипнозом. А за глаза его часто называли инопланетянином. Первое мое ощущение – это тесный лифт, и туда входит очень большой человек с необыкновенным лицом и сматривается у меня. Мне аж даже вот как-то передернуло все. У него была какая-то марсианская внешность необыкновенная. Высокий лоб, гигантские, чуть-чуть пучеглазые глаза на пол лица. Вероятно, в точности также передернуло режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. В конце 60-х годов прошлого века они подбирали актерский состав для картины «Бег» по роману Булгакова. Фотографии Дворжецкого произвели на них настолько сильное впечатление, что они немедленно вызвали актера на пробы из Омска, где тот служил в местном тюзе. В качестве листового, потом тихого. И вдруг кому-то из них, я не знаю кому, пришла такая неожиданная мысль, а не попробовать ли его на Хлудова? Факт, не имеющий аналогов в мировом кинематографе. Дворжецкому еще не исполнилось 30, а он практически без грима сыграл 50-летнего Хлудова. Мимика, жесты, походка – все было правдоподобным. Просто так везение бывает. Везение бывает у таланта. В «Солярисе», который снимался в том же году, его Бартон молот и бодр, а спустя лишь несколько кадров выглядит усталым мужчиной средних лет. Я не сразу понял, что это. А потом понял, что он был необыкновенно большой, гигантский. Это еще слабо сказано. Он был просто метра четыре. У него были голубые глаза и черные волосы. Можете себе представить, молодой артист, неопытный совершенно, он два года назад кончил студию при Омском «Тюзе». И он сыграть-то, в общем, почти ничего не успел. В Омске не успел. Зато двух лет на съемочных площадках Мосфильма Дворжецкому хватило, чтобы сыграть три самые яркие роли в кино. Хлудова в «Беге», Бартона в «Солярисе» и Графа в «Возвращении святого Луки». А в Омске молодому актеру попросту не давали ролей. Начинающему артисту приходилось подрабатывать вязанием. Мы бы с ним даже в одном номере жили. Я просыпаюсь от какого-то странного звука. Вот это спицы цепляются на друга. И смотрю, он сидит и вяжет. Я говорю, Влад, ты что, умеешь вязать? Он говорит, Лев, я зарабатывал деньги этим. Я стольким актрисом, когда работал в провинции, связал платьев роскошных. Вязать Дворжецкий научился у матери – Таисия Рэй. Он рассказывал, как это было. Мама сидела и вязала. А я просто сидела и смотрела. И неожиданно ее позвали к телефону. Я взял и стал продолжать. Она вошла, говорит, Влад, ну что ты делаешь? Все ты испортишь. Я говорю, мам, я тебе уже половину связала. И она ахнула. Позже вязание стало любимым увлечением. Для мужчины кинозвезды, прямо скажем, чудаковатым. Лишь те, кто знал Дворжецкого близка, понимали. Вязание для него не просто хобби. Причем я потом только поняла, что это не только его привычка к вязанию, которая у него была еще задолго до появления в кинематографе. Он себя уравновешивал. А еще, как ни странно, привычка к вязанию помогала Дворжецкому вести себя по-мужски, скрывать проявления эмоций. Он был, видимо, очень внешне спокойным человеком, а внутри были бесконечные бури. Для незнакомцев Владислав был человеком-загадкой. Он старался себя не выпячивать. В нем жила какая-то тайна. Умение создавать вокруг себя орел таинственности, оставаться невозмутимым, было присуще Дворжецкому. За это его любили все – и зрители, и знакомые, и кинокритики. Поддавшись обаянию его личности, о нем писали только хорошие отзывы. Даже если фильм, в котором Владислав снимался, был откровенно слабым. Он, кстати, был очень неблагословен. Не очень контактен. Если я, например, ой, влетаю со всеми, а он как-то так очень спокойно. Вот эти глаза так чуть-чуть полуприкрытые. В кругу семьи Дворжецкий тоже предпочитал сохранять спокойствие. Всегда и всем идти навстречу. Мне кажется, он был очень-очень добрый. Справедливый, наверное. Большим спросом у коллег по звездному цеху пользовались подарки Дворжецкого. А он очень любил их дарить. Что касается его самовязок-свитеров, в актерской среде они считались своеобразным талисманом. Я помню, он вязал какие-то шарфы. Потому что у него все время эти шарфы были. Свитера и шарфы. Одна из первых красавиц того времени, актриса Ирина Мирошниченко, даже снялась в одну из картин в вязаном подарке Дворжецкого. Мне очень смешно было, когда он обмерял. Заправский закройщик. В зубах карандаш, здесь у тебя сантиметр, он тебя обмеривает. Мне кричит, не вертись, не мешай, дай мне это сделать нормально. Ну, что меня тоже поразило и поражало наших друзей, мы потом обсуждали это все, он мог в одну секунду все распустить. Вот если что-то не так, другой кто-то подумает, как, наверное, выйти из этого положения, если ты где-то там что-то ошибся. Он мог в одну секунду все это, то, что он уже связал, распустить, и начать сначала. В одну секунду Дворжецкий принимал и другие решения. В юности Владислав хотел посвятить себя медицине, стать врачом. А потом вдруг передумал и отучился на военного фельдшера. Он когда кончал школу, он хотел идти в медицинский институт, потому что был влюблен в прекрасную девочку. Прекрасную девочку. Наташу. Папа Наташи был профессором одной из кафедр этого медицинского института. Потом он мне рассказывал это все подробно. Он говорит, ты знаешь, я подумал, я буду сдавать экзамен, а я ведь так учился, так себе. Как же мне будет стыдно перед этим профессором. Все. И моментально мединститут ушел, и он пошел в это военное училище. После окончания училища Дворжецкий на два года уходит в армию. После срочной службы остается на сверхсрочную, еще на три. Служит на Сахалине фельдшером полка. Самое удивительное, пять лет отданных армии помогут ему на съемках первого фильма, с которого и начнется его звездная карьера. Он бы не сыграл так генерала Хлудова. Ему шла эта щенель. Мы понимаем, что за этим человеком стоит какая-то глубинная биография. На Сахалине Владислав Дворжецкий женится. На свет появляется сын Александр. Но после разлада с женой Альбиной Владислав решает вернуться в Омск. И все-таки поступить в медицинский институт. Но от судьбы уйти не удастся. Вы попали научные записи доктора Лебедева. Это микробиология. А ты, насколько мне известно, издаешь переводные бульварные романы. А микробиолог, который будет разбираться в этих записках, ты? Да, я. Прием документов в мединститут уже закончен. Дворжецкий опоздал. Неудача? Напротив, все только начинается. Мама Таисия Рэй, чтобы не терять год учебы, предлагает ему стать студентом школы-студии при местном Тюзе. Такая всегда курила. Самокруточку. Желтые пальцы. Высокая, стройная. Умная. Интересная женщина. И вообще в жизни Владика, она, конечно, сыграла очень большую роль. Мамина подсказка станет судьбоносной. Два года обучения проходят как один день. Владислав в восторге от возвращения в актерскую среду, где прошло его детство. И снова влюбляется и женится на однокурснице Светлане. Рождается дочь Лида. Дворжецкий счастлив. Жаль, что ненадолго. После окончания актерской школы-студии Владислава Дворжецкого распределяют в драматический театр продолжить дело отца. Тем более, что дело того стоит. Вацлав Дворжецкий еще при жизни считался классиком театральной сцены. Вацлав Янович, вообще, говорю, кино это вообще ерунда. Вообще. Я, говорит, стою, смотрю в окно. И все. И меня уже, значит, снимают. А в это время этот кадр моего стояния перемежается самолетами, машинами, поездами. Что-то рушится, что-то... Ну и что, когда это вместе соединяется? Впечатление грандиозное. А в театре ты должен это все сыграть. На зрителя непосредственно. И в этом счастье. Но у Владислава это счастье никак не случается. Режиссер театра помнит Владислава еще мальчишкой. И как мальчишке, серьезных ролей ему не дает. Да что серьезных, можно сказать, никаких. Но из ходе второго сезона работы в театре Дворжецкий подумывает о том, чтобы вернуться к прежней профессии. Фельдшера. А может, махнуть на заработки в горы? Было чувство недовольтворенности. Говорил о том, что бросит все, уйдет в геологическую экспедицию, поменяет жизнь. Могло и так ведь случиться. Но случилось совсем другое. На поверку неудача вновь обернулась удачей. Очень скоро все переменится. Как в кино. Небо, самолет и девушка. Ассистент режиссера Смосфильма. Она летит в Новосибирск, чтобы посмотреть тамошнего актера в амплуа антигероя. Но из-за непогоды оказывается в Омске. Как любой другой режиссер по актерам, она решила воспользоваться моментом в театре, наверное, посмотреть актеров, которые могли быть использованы в фильмах. И там наткнулась на фотографию Влада. Ей нужен был антигерой. Желая подшутить над Дворжецким, который в театральной труппе Омского театра и впрямь напоминает антигероя-неудачника, коллеги звонят актеру домой. На полном серьезе сообщают, что какая-то женщина из Москвы ждет его в кабинете директора и просит принести фотографии. Владислав приносит. И довольно злой розыгрыш коллег неожиданно оборачивается триумфом. Первый, по-моему, кому она показала, был Рязанов, который, в общем, не принял никак это лицо. Потом в фотографии попали Аллу и Наумову. Владиславу Дворжецкому ему везло всегда. Даже тогда, когда, казалось, удача от него отвернулась. Однажды, во время съемок бега, вся съемочная группа переехала в Севастополь. А Дворжецкого дела задержали в Москве. В Севастополь он должен был отправиться один. Чуть позже. В районе Бауманской он гулял в этих переулках и где-то затерялся. Одним словом, на поезд он опоздал. И езжал в Севастополь он через сутки. Его встретила женщина из группы, упав ему прямо на грудь. Разбился поезд под Орлом. У нас погиб Дворжецкий. Она даже не поняла, что это он самый есть. Позднее Дворжецкий скажет, что от несчастья его оберегает ангел-хранитель. На остановке троллейбуса он подзадержался. Ему надо было пересесть на другой троллейбус. Встретил Наташу Архангельскую, такую актрису, с ней разговаривался. Оказывается, предыдущий троллейбус, на котором он должен был ехать, тоже попал в какую-то аварию. Там обвалился мост. И он должен был быть именно в этом троллейбусе. Сказал он. Ну вот ангел-хранитель его и здесь спас. В этой истории. Но самым невероятным в своей жизни везением Владислав Дворжецкий все-таки считал съемки в фильме «Бег». Хотя сказать, что сыграв в «Беге», Дворжецкий проснулся знаменитым, значит, поступиться истиной. Я просто так не просыпаюсь, что знаменитый. Это такая замечательная байка. А он сыграл, мелькнул по телевидению и утром проснулся звездой. У нас трагедии начинаются. Бронепоезд параличом разбила. С палкой ходит бронепоезд. Никто нас не любит. Никто. Главное, что дала Владиславу Дворжецкому роль генерала Хлудова, опыт. Алов и Наумов, по мнению киноведов, смогли разглядеть и вылепить из провинциального актера профессионала высокого уровня. Играли за 100 с чем-то рублей. 130, по-моему, рублей. Это актер первой категории. И он, естественно, снимался не из-за денег. Вот я уверена, что если бы вот Алов и Наумов сказали «В огонь прыгни», он прыгнул. Это вот такая самоотдача. Теперь, после съемок в «Беге», у Дворжецкого появляется возможность играть на лучших киноплощадках страны, стать востребованным артистом. Режиссеры предлагают ему новые и новые роли. Но Дворжецкий выбирает себе вовсе не роли, а режиссеров. За одну большую роль в кино можно научиться играть. Вот с такой оголенным нервом, с необычной внешностью, с очень большим духовным потенциалом. И у него это все было. Казалось бы, Дворжецкому нужно хвататься за любую возможность продолжить кинокарьеру. Но на удачу в вопросе профессионального мастерства он не надеется. Не тот случай. И поэтому ради эпизодической роли у режиссера номер один того времени Андрея Тарковского Дворжецкий отказывается от главной в киноэкранизации «Моей жизни» Чехова. Дело в том, что раз Тарковский тебя выбрал, это уже знак качества. Это безусловно. В глубине души Дворжецкий надеется, что у Тарковского он будет проходить пробы на маленькую роль Бартона, а утвердят его на главную – Криса. Но на роль пилота Бартона в фильме «Солярис» Тарковский утвердил Дворжецкого без проб. И все равно это было невероятной удачей. Тарковский понимал всю самоценность его облика. Они работали даже не над каждой минутой, а каждой секундой его пребывания в кадре. Как мы с тобой постарели, я только сейчас, пожалуй, это понял. Ну, чего ты извиняюсь? Он понимает, что все будет зависеть от его первого сообщения со станции. Экипаж передает все время непонятные и путанные данные. Если он подтвердит, что по каким-то там причинам работу продолжать невозможно, станцию могут снять с орбиты «Соляриса». Ради этой роли Дворжецкий пошел на многое. Буквально переступил через себя. В моей жизни он должен был сниматься вместе с отцом, Вацлавом. Это было их семейной мечтой – сняться в одном фильме. Но Владислав в последний момент ушел в «Солярис» и больно ранил отца. Для Дворжецкого-старшего замена актера стала настоящим потрясением. Он приезжает, уходит актер, ему говорят, вот это познакомьтесь, это актер такой-то, он будет играть вашего сына. И потом потерял сознание. Тем не менее, отец поймет и простит сына. Ведь роль летчика-испытателя Бартона в фильме Андрея Тарковского «Солярис» утвердит позиции Дворжецкого как актера первого эшелона. Это станет вершиной его актерского везения. Бессрочным правом играть сколько можешь и считаться звездой. Не только считаться, быть. Выходит интервью с Дворжецким. Лицо Дворжецкого появляется на обложке журнала «Экран», как признание не только зрителей, но и кинокритиков. Наконец, ему даже разрешают сниматься на зарубежных киноплощадках. Фильм «Единственная дорога», который снимался практически весь в Югославии. Снимался фильм о войне, где он играл немца, такого типичного, я бы сказала, по внешнему виду и абсолютно нетипичного по взгляду, по ироничности, по пониманию ситуации и по степени жестокости. «Я купил его для вас. Наденьте его. Наденьте. Да, наденьте. Прямо здесь? Сейчас? Да, сейчас. Сам Дворжецкий в восторге от своих рабочих будней. Жизнь на съемочной площадке ему напоминает сказку. Даже если эта сказка сопряжена с изнуряющим, а зачастую и опасным трудом. Сильнейшее впечатление на меня произвела работа с ним в фильме «Однокашники». И снимали мы в городе Викси, где делают колеса. Весь процесс происходил, вот то, как он происходил. Шум невозможный. Надо вот подремать минут 10. Где? Вот такая лавка с кожезаменителем. Дышать нечем. И я вот на этой лавочке так прикурнул, подремлю. Потом приходил, подымался. Тот же Гарханян, то Дуров, то Владик. Руководство мусфильма подгоняет. Выход картины приурочен к очередному партийному юбилею. Нарушая все нормы безопасности, актеры работают без выходных. Мы все уставали. Мы были молоды, и мы очень уставали. Он-то был постарше. Я помоложе, но я очень уставала. Съемочная группа считает дни до окончания съемок. Еще немного, и они окажутся дома, отдохнут, восстановят силы. Все, кроме Дворжецкого. О своем неустроенном быте он предпочитает не вспоминать. Вот он бывал у меня в гостях, задумчиво. Сидел на кухне, почти ничего не ел. Что-то, о чем ты думал, Влад? О чем думаешь? Он говорит, о хорошем, о хорошем. Я о плохом стараюсь не думать. Сегодня статус Владислава Дворжецкого был бы обозначен как нелегал-гастарбайтер. Работы есть, а записи в трудовой нет. С той лишь разницей, что снять квартиру в Москве в начале 70-х годов прошлого века было в разы сложнее, чем сейчас. Ну, вот с Бутоноской то же самое ведь. Его никуда же не принимали. И он жил на колостях, как в Театре Левского комсомола. Но тогда никто не сомневался. У Дворжецкого все прекрасно. Он в отличной физической форме. Быстрый, ловкий, статный, бесстрашный, смелый. Нагрузки растут с каждым днем. Но актер предпочитает не замечать усталости. Это было видно. По его мешкам, под глазами. Сколько гримера их не подкрашивали, это было видно. По белизне кожи. Он снимет грим белый-белый. Друзья-артисты, кто в шутку, а кто всерьез, советуют Дворжецкому обратить более пристальное внимание на незамужних москвичек со своей жилплощадью. Но Владислав на такое не способен. Он снова влюбляется и снова женится. На красивой манекенщице Ирине. Но и этот, третий по счету брак, был недолгим. Я даже не знаю, были у него романы или не были. Вот тут просто не знаю. Даже если были, то он настолько был в этом, как сказать, ну, как красив, что он их не афишировал, ничего такого не было. И скрики скандалов, я не помню, связанных с женщинами. Неустроенная, можно сказать, походная жизнь начинает сказываться на здоровье. От бесконечных съемок и переутомления появляются проблемы с сердцем. Но лечиться просто некогда. Подрастают дети, и расходы на них все растут. Нужно что-то решать с квартирой, а откладывать деньги на покупку жилья не с чего. Верится с трудом, но после окончания съемок в фильме «Земля Санникова», Дворжецкий остается еще и должен Мосфильму. Дворжецкий больше не выбирал себе роли. Брался за любую работу. Похоже, его ангел-хранитель устал вместе с ним даже в мелочах. Ему очень хотелось сниматься в комедии, но комедийных ролей ему не предлагают. Ведь мало кто догадывается, что загадочный актер, человек-тайна, инопланетянин, может быть настоящим весельчаком. Отец в моей роли, то есть во вседневной жизни, он был очень смешливым человеком. Любил тоже как-то подколоть кого-то, разыграть какую-то историю, чтобы потом все вместе посмеяться. Я думаю, что вполне бы мог из него получиться комедийный актер. Розыгрыш Дворжецкий придумывал на ходу. И сам над ними смеялся, громко, в голос. Его вторая жена Светлана в своих воспоминаниях рассказывает. Они вместе смеялись так, что сбегались с соседей по актерскому общежитию. А сын от третьего брака, Дмитрий, даже приводит пример семейной легенды об одном из отцовских розыгрышей. Ночь, это у меня в квартире было, отдыхали они с друзьями, скажем так, это была летняя ночь. Вдруг папа берет телефон и набирает своему другу номер. Кто долго не подходит, он говорит, тише, тише, молчите, все. Он подходит и заранее узнает время, говорит ему 4 часа 6 минут и кладет трубку. Звонок повторяется несколько раз. 4 часа 11 минут. 4 часа 27 минут. Напряжение на другом конце провода нарастает. Потом они через какое-то время встретились. Ну, папа спрашивает, а что у тебя с настроением-то, что-то какой-то ты грелый, ялый. Да какой-то придурок. Мне тут ночью не давал спать. Звонил и говорил, мне время сколько будет. Ну, что-то вот, что-то как-то вот так вот. Ну, еще он папа любил пошутить. Любил пошутить и младший, сводный брат Владислава Дворжецкого, сын Рива Левитте, Евгений Дворжецкий. Это было семейной чертой младшего поколения клана Дворжецких. Так в актерской среде называли Вацлава Дворжецкого и его сыновей, Владислава и Евгения. Жень вообще здесь был хулиган. Они со стеклом вытворяли такие штуки. Глузский Михаил Андреевич, он такой человек стивильный. Такой вот. Они с ним дружили. Оба шпана. Дружили по-настоящему. Он их обожал. Друзья решили разыграть Глузского. Привели его в ночной клуб и пообещали, что ничего пошлого, а уж тем более стриптиза, в программе не будет. Посадили его в первый ряд за столик и сказали, стриптизерка, работай вот на него. Вот этот Глузский сидит, она раздевается, постепенно все к нему ближе, и все, Михаил Андреевич, все, пятится, пятится. И когда она уже легла в груди, ему в столат спросила, а мама знает? И эти бандиты так были рады. Евгений Дворжецкий, о веселом нраве которого ходили легенды, тоже не сыграл ни одной комической роли, хотя и снялся в 50 картинок. Режиссеров смущали лица представителей клана Дворжецких с породистыми, как тогда говорили, несоветскими лицами. Одним словом, аристократы, которым в тогдашнем кино было недовеселье. Он действительно был уникальной внешности, этот типаж, который, ну, как вам сказать, бег. Даже, помните, афиша? Даже там, кажется, нарисованные вот эти два огромных глаза, которые к тебе куда-то вовнутрь проникают. Пролетарских кровей у Дворжецких действительно не было. Мать Владислава, Таисия Рэй, родилась в семье политических ссыльных. В Омск еще с дореволюционных времен ссылали неблагонадежных противников действующей власти. Основатель клана Вацлав Янович происходил из семьи польских дворян, за что и поплатился отсидками в ГУЛАГе. Вацлав Яновича взяли во вторую, значит, отсидку в 41-м году. Владику было два года. Вацлав Янович его купал, и в это время за ним пришли. И он не видел его почти пять лет. Потом он вернулся, семья распалась там, значит, мама и папа в разные стороны. Это было все очень страшно. В общей сложности фильмография Вацлава-Дворжецкого насчитывает около ста ролей. Он посвятил кино около сорока лет. Сыновей и Евгения, и Владислава ждала другая судьба. Яркие роли и короткая жизнь. Бег. Внутри его всегда был бег. Так и он ушел от нас туда. Убежал. В 1976 году Владислав пережил сразу два инфаркта подряд. Сердцу мужчин, которым нет еще и сорока, такое редко бывает под силу. Но вместо того, чтобы пройти курс рекомендованной врачами реабилитации, Дворжецкий возвращается на съемочную площадку картины «Встреча на далеком меридиане». Расскажи мне, что ты делаешь? Да, работаю. У тебя усталый голос? Нет, я не устал. Просто у меня голос так. Он, конечно, не досидел, потому что надо было доснимать картину. После этого Дворжецкий уже не может сниматься, как раньше. Теперь актер выбирает маленькие роли. Режиссеров, которые могут позволить ему свободный график, но все равно продолжает работать на износ. А потом все люди так сказать, отдающие себя искусству, они теряют степень ответственности перед своей собственной жизнью. С точки зрения результата это прекрасно, а с точки зрения результата здоровья это очень опасно. у него был невероятный поток кино. За эти 10 лет он успел столько, сколько, я думаю, мы немного назовем таких же фамилий. Любимая работа, востребованность, да и в личной жизни наконец-то стихают бури. Дворжецкий снова влюбляется. Его избранница Наталья Литвиненко. Их чувства настолько сильны и взаимны, что бросаются в глаза окружающим. Я вот прекрасно помню, что мы сидели на кухне за какой-то тарелкой с травой и вот эту траву щипали в полумраке и что-то вели какой-то тихий разговор. Во всяком случае, потом моя подруга, она говорила так, кто-то зашел, включил свет, в общем, прервал наше это уединение. Она им сказала, у людей запах черемухи, запах черемухи. А ты там нарушил это уединение. Дворжецкий покупает квартиру в Москве, налаживает быт, наступает долгожданная домашняя идиллия. Домашний человек, он, во-первых, сам любил и приготовить что-то, если там я где-то задержалась, он любил накрыть стол красивым, вообще очень любил кино. И поэтому дома всегда мы смотрели фильмы. Кажется, Дворжецкий по-настоящему счастлив. Добился всего, чего хотел. Из дневника Владислава Дворжецкого. Каких только глупостей не повторяют насчет роли природы и везения, забывая, что еще Данте предостерег. На перине лежа ни славы не добыть, ни одеяло. Врачи тем временем предупреждают, Дворжецкому больше нельзя работать. Но ему надо отдавать долги за квартиру. Раз не получается сниматься в кино, он выезжает на творческие встречи со зрителями. Народ любил безумно вот этот прямой контакт с актерами. Значит, фрагменты, ты рассказываешь о фильмах, видимо, он замечательно это делал. Его везде приглашали, везде. Вот он объездил, наверное, половину Советского Союза и на это жил. В одной из таких поездок на творческой встрече в Гомеле его сердце не выдержало и остановилось. Третий инфаркт. Дворжецкому было всего 39 лет. У меня страшная ситуация. Я репетировал такой спитак Зановецкий и во время репетиции в это время шла панихида. Хранили Влада. И я был на сцене и вижу, что я опаздываю и попадаю. И режиссер говорит, я не могу, я поехал, мне нужно проводить друга. а режиссер говорит, кого проводить, какая панихида. Лев, у нас прогон. Ну, я развернулся, сказал, знаете что, прогон будет завтра. И уехал. Лев Дуров, друг Владислава Дворжецкого, вспоминает, как он подсел к его отцу, Вацлаву. Он говорит, Левочка, ну, не должны дети умирать, раньше родители. Я очень благодарю судьбу за то, что она его свела с кино, ибо если бы нету, то я бы не узнал, каким он был, каким он мог бы быть, как если бы был с нами. После артиста остаются его роли. А личные драмы, жизненные невзгоды и душевные переживания почти всегда скрыты за кулисами успеха. Поэтому в нашей памяти Владислав Дворжецкий это гениальный актер, которому до сих пор нет равных в кинематографе. Настоящий мужчина, необыкновенный красавец, актер-легенда, которому роковое везение открыло дорогу в бессмертие. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова